Всем привет! С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Михаил Галустян, российский шоумен, комик, актер, продюсер и сценарист. Популярность Галустяну принесли блистательные выступления в составе команды КВН Утомленные Солнцем и скетчками «Наша Раша». В 2019 году он оставил канал ТНТ после 15 лет сотрудничества и стал телеведущим на СТС. Михаил Сергеевич Галустян появился на свет 25 октября 1979 года в южном городе Сочи. Настоящее имя Галустяна – Мшан, в переводе с армянского оно означает «метка» или «божий знак». Малыша навали в честь деда, летчика морской авиации. Однополчане предпочитали звать деда Галустяна более простым именем Миша. Добрая традиция укоренилась и в жизни будущего артиста, настоящим именем его зовут крайне редко. Родители Галустяна – люди немедийные. Отец Сергей Иншанович работал поваром, мама Сусанна Ардашевна трудилась медсестрой в травмпункте. Хотя заработок сына давно позволяет им оставить работу, супруги не видят радости в безделье и продолжают трудиться. Она фельдшер, он охранник. Не собираются они и переезжать из квартиры в простой пятиэтажке, расположенной в центре Сочи. Когда Мише было 7 лет, в семье появился еще один ребенок. Младший брат Давид тоже работает в сфере юмора, в юности он играл в КВН, а позже стал частью команды Comedy Club Production. Михаил Галустян рос артистичным, активным и весьма одаренным. Ни один утренник не приходил без участия Миши. В подростковом возрасте он занимался музыкой и дзюдо, а на сцене школьного театра просто расцветал. Юный Миша срывал бурные аплодисменты в спектаклях, до слез веселя публику в образах Винни-Пуха или Карлсона. Сверстники не любили, когда мальчик участвовал в конкурсах самодеятельности, потому что ему доставались первые места и призы. Учился он хорошо, благо, родители мотивировали сына, например, за окончание пятого класса только с пятерками и четверками в табеля, Миша подарили велосипед. Дома у мальчика была масса обязанностей, это называлось трудотерапией. С 13 лет парень сам зарабатывал карманные деньги, работая в основном грузчиком. Так он усвоил, что деньги не появляются в кошельке сами собой. К 16 годам Михаил понял, что не смыслит жизни без КВН, школьная команда Голустяна стала безусловным лидером среди всех школ, училищ и даже вузов в Сочи. КВН оказался для меня школой жизни, трамплином, делится артист. После школы мама настояла, чтобы сын пошел в медицинское училище, которое в свое время окончила и она. Миша послушался, кропотливо осваивал азы профессии фельдшера-акушера и делал успехи. Но даже они не изменили решительных настроений Голустяна. Он уже тогда понимал, что медицина – не его судьба, и не особо старался. Все его мысли занимал КВН, что нередко приводило к конфликтом с преподавателями. И все же учеба оказалась небесполезной, своевременными и правильными действиями в сложных ситуациях. Михаил спас жизнь нескольким людям, как-то раз ассистировал на родах и принял близнецов, оказал помощь юноше с колотой раной в Баку. С горем пополам Миша окончил медучилище и поступил в Сочинский университет туризма и курортного дела. Стать учителем истории и право Голустяну тоже было не суждено. А вот превратиться в звезду команды КВН «Утомленные солнцем» у него получилось быстро. Забавного армянского мальчика из команды «Утомленных солнцем» зритель запомнил сразу. Голустян стал одним из самых ярких участников КВН за все время существования игры. Он объединил в себе полагающиеся любому игроку веселье и находчивость с уникальными артистическими данными. Его персонажей помнят до сих пор. Бабушка Сирануш и девочка Гадди Петрович Хренова сделали Михаила мегапопулярным. Команда «Утомленные солнцем» в начале 2000-х была одной из самых популярных в стране. Талантливые игроки во главе с Голустяном трижды забирали летний кубок КВН, завоевали два киевина и даже стали чемпионами высшей лиги. Параллельно с выступлениями на большой сцене сочинцы активно гастролировали. После временной паузы в 2006 году команда собиралась еще дважды и окончательно распалась 10 лет спустя. После расставания почти все участники стали немедийными личностями, кроме Голустяна и Александра Рева. На пике славы в 2006 году Михаил Голустян переехал в Москву и принялся штурмовать отечественное телевидение. Столица сдалась практически без боя. Его сразу же позвали в скетч-шоу «Наши Раши», детище бывших КВН-щиков Семена Слепакова, Гарика Мартиросяна и продюсеров ТНТ. Все главные роли в шоу исполняли Михаил Голустян и Сергей Светлаков, еще один выпускник КВН, а точнее, команды «Уральские пельмени». Проект оказался невероятно успешным и быстро завоевал любовь зрителя. Персонажи шоу получились удивительно смешными и правдивыми. Многих своих героев актеры лепили с реальных людей, которых когда-либо встречали в жизни. Одновременно с работой на телевидении Михаил Голустян пробовал себя в кино. Артист быстро занял свою нишу, достаточно узкую, но яркую, в которой он хозяин. Его комические роли в картинах «Одной левой» и «Восемь новых свиданий» с Оксаной Акиншиной снискали признание зрителей на всем постсоветском пространстве. Хотя большинство фильмов, при участии Голустяна, а их более 15, получили весьма скромные оценки, это ничуть не умаляет таланты и профессионализма артиста. Одной из самых успешных работ Голустяна в кино стал сериал «Зайцев плюс один». Михаил Голустян входит в главный штаб милитаризированного молодежного движения «Юнармия» – организация, призванной повысить авторитет и престиж военной службы среди детей и подростков. В 2012 году Голустян принял участие в предвыборной кампании кандидата Владимира Путина, а шесть лет спустя вошел в состав движения по Тин-Тим. Артист отметил, что хотел получить возможность делать большие дела на благо Родины и стать частью одного большого коллектива. Следуя по стопам своего давнего коллеги Александра Реева, в 2019 году Голустян решил себя попробовать на музыкальном поприще. Сорокалетний артист записал песню «Хочу тебе любиться» под псевдонимом «Супер Жарик» и выпустил забавный видеоклип. В ролике герой Михаила – горячий кавказский мужчина, который одаривает своим вниманием красавицу в леопардовом платье. Главную женскую роль в клипе сыграла финалистка конкурса «Мисс Россия-2019» из Челябинска – Елизавета Смолина. Со своей будущей супругой Викторией Штефанице Михаил познакомился еще в начале 2000-х на дискотеке в Краснодаре. Миши было 24 года, Виктории – всего 16. Из-за юного возраста девушки общение долгое время было исключительно дружеским. Перелом в отношениях случился тогда, когда Голустян попал в аварию и сломал обе ноги. Первым человеком, которому позвонил комик, была Вика. Свадьбу влюбленные сыграли в 2007 году, когда Штефанице уже выучилась на бухгалтера в Кубанском государственном университете. Свадьбу сыграли в Сочи, прямо в день рождения невесты. А через несколько дней молодожены устроили еще одну пышную церемонию, согласно армянским традициям. Три года спустя в семье родилась дочь из тела, а еще двумя годами позже Михаил и Виктория стали родителями во второй раз. Младшую дочь назвали Элиной. Михаил обожает дочек и с удовольствием развлекает малышек как только умеет. Если рассуждать глобально, то я, прежде всего, отец. Для меня семья сейчас важнее чего бы то ни было, откровенничает шоумен. Галустян активно занимается спортом и обожает командные игры, артист регулярно играет в страйкбол, осваивает скалодром, превосходно катается на горных лыжах. Актер предпочитает проводить свободное время с толком, и обязательно в движении. В октябре 2019 года стало известно, что Михаил Галустян ушел с ТНТ, где проработал почти 15 лет, на конкурирующей СТС, артист заключил эксклюзивный контракт на несколько лет, возглавив вместе с Сергеем Светлаковым новое шоу «Русские не смеются». В студии передачи встречаются два противоборствующих лагеря, комики-любители должны рассмешить зрителей, а те, в свою очередь, попытаться не рассмеяться. В 2020 году Михаил участвовал в съемках фильма «Артек. Большое путешествие». Комедия повествует о четырех подростках, которые чудесным образом оказываются в прошлом, где им предстоит встретиться со своими родителями. Кроме Михаила, в фильме появятся Ян Цапник, Надежда Михалкова, Екатерина Климова, Станислав Дужников и другие. Премьера запланирована на 2021 год. После перехода на СТС Галустян начал активно участвовать в производстве сериалов и шоу-проектов телеканала «И как актер, и как продюсер». Так, в 2020 году Михаил снялся в сериале «Миша портит все», в котором его герой спасает обычную семью от разводов маркетологов и навязанных традиций. Зрители встретили новый сериал без особого интереса, рейтинг проекта на Кинопоиске составил 4 с небольшим балла. В это же время состоялась премьера развлекательного проекта «Решетка в маске-шоу». В скетчками о трудностях на удаленке также снялись Филипп Киркоров, Ольга Меденич, Марина Федункев и другие звезды. Сообщается, что в 2021 году Михаил работает над фильмом «Дракулов» вместе с режиссером Ильей Куликовым, в комедии ему досталась главная роль графа Дракулова.